Каждый эфир, все одни и те же вопросы, и самые частые, с чего начать. Так вот, раньше я говорил, получи знания, потом осознать их, потом действовать. Желательно протестировать, а потом действовать. Так вот, после твоего звонка, когда ты мне позвонил, говоришь, Антон, поздравь меня, я наконец-то оживилась, я осознала, что я живая женщина, не бумажка там, и не какая-то там фраза с бумажки. Я понял, что начинать нужно даже не с самоопределения, а нужно в первую очередь растождествить себя с персоной, с бумажкой, паспортом, с любым носителем, и понять, что ты не являешься ни бумажкой, ни надписью какой-то там, ни именем, ни отчеством, ни фамилией. А кто ты? Соответственно, когда ты растождествишься, возникнет вопрос, а кто я? Соответственно, тут нужно самоопределиться, как это лучше всего сделать. Да элементарно, через зеркало. Подходите к зеркалу и смотрите, кто там. Он давно к зеркалу подходил? Подойди, посмотри, кто там. И то же самое на почте можно было достать зеркало и показать. Вот видите, вот в зеркале отображается живой мужчина, вот борода есть, кадык есть, ну все признаки мужчины, голос басом, что вам еще нужно? Вот в зеркале то же самое показывается. Это реальность, это действительность, это явь, это неоспоримо. Живой мужчина? А некоторые мне говорят, я говорю, ну мне вот ненавненно спрашивал один, говорит, ты что, говорит, живой мужчина? Я говорю, ну да. Я говорю, а ты кто? Он говорит, я там назвал имя, отчество, фамилия. Я говорю, а в зеркало давно смотрел? Я говорю, там кто? Он говорит, имя, отчество, фамилия. Я говорю, а где там написано имя, отчество, фамилия? Он говорит, ну а где написано, что там живой мужчина? Я говорю, так там все признаки живого мужчины. Борода, кадык, голос басом. Вот они, первичные признаки живого мужчины. Живой разговаривает, двигается, все, мужчина, вот признаки мужчины. То есть растождествить, самоопределиться, а потом уже получать знания, осознавать эти знания и потом уже только действовать. Вот она пятерка образовалась. Я все не мог понять, почему не хватает. Должно быть все вот, соответственно, пятерни. Ну поздравляю, у тебя это произошло в обратную сторону. То есть ты прошла этапы самоопределения, получения знаний, осознания этих знаний, потом применила их на практике, а потом только растождествнилась. Это шикарный случай вообще. Благодаря тебе вот эта пятерка образовалась. Это все задом-уперед называется. Все начинаю всегда с самого трудного. Вот так вот. Ну да, ты уникальный вид, вот как есть оружие, там, как вот показывали недавно, есть оружие, где магазин спереди, а сзади крючок. А есть наоборот, магазин сзади, а крючок спереди. То есть реверсия такая. Вот у тебя, получается, телега впереди лошади бежит. Ну тоже, ну едет же, едет, значит, она нормальная, живая. Я хочу добавить про суверенную. Вот смотрите, правильно Игорь сказал, про обычаи, что они имеют высшую силу. Давайте развернем, вот подсказки везде и во всем. Давайте развернем понятие, вот как системы, да, вот в обратную сторону, применим к себе в отношении систем. Я вспомнил фильм «Дух времени», вот я вас слушал, слушал, вспомнил фильм «Дух времени», там идет разговор, что мы, там кто-то из системы говорит, что мы их заставим поверить во всю эту ложь. Он говорит, а как вы это сделаете? Он говорит, да элементарно, говорит, через СМИ. Мы будем просто говорить, 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 говорить об этом. И рано или поздно они в это поверят. И что бы мы ни говорили, они все равно в это поверят. Главное, постоянно им говорить, говорить об этом. Вот, и тут то же самое, вот у меня как было, вот три года назад я начал говорить, что я живой человек, там, собственно, именем Антона, из рода Булгак, сын Николая, ну, все, конечно, смеялись, там, о, я говорю, я живорожденный, они говорят, о, живородящий, хихиха-ха, короче, все, прецедент создан, все там ржали, там, ОМВД, прокуратура, следственный комитет, там, эти, конвоиры, все, короче, прикалывали. Оп, какой-то, этот, появился, непонятный вообще, такого еще не было, ладно, поржали, а потом, со временем, там, первое задержание, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, короче, на каком-то задержании, на шестое, не помню, короче, один из конвейеров говорит, о, а я знаю, вы, говорит, этот, живорожденный этот, мужчина, это, Антон, я говорю, о, видите, даже конвейеры, меня признают, понимаете, оп, звоночек сработал, говорить, говорить, говорить об этом, постоянно говорить от себя, другим, что ты живой мужчина, хозяин меня, Антон, то есть, свое самоопределение, самоопределение, везде и всегда доносить, и вот, на почте у вас случай был, да, про Лизу сказали, что она, вот, типа, как дочь Елизаветы, что хочет, то есть, про нее пошла молва, про нее люди начали говорить сами, не вы им начали разъяснять, кто она и что она, а люди сами начали говорить между собой о ней, в том ключе, что она, ну, ведет себя как суверен, как независимая, как королева, это тоже признание, а еще давайте вспомним такую штуку, как сказанное, вот, не зря вы сегодня все собрались, тут, и я в том числе, Ванес, вспомни вот эту фразу, сказанное при двух свидетелях имеет высшую юридическую силу, вы же так живым словом проходили, вы говорите это, я, это, патчмейстер, и все, и сказанное при двух очевидцах, это имеет высшую юридическую силу, не надо никаких бумаг показывать, докажите обратное, если это неправда, соответственно, берем все вскупе, и получается, что нужно постоянно везде живым словом говорить, самоопределяться, и всячески вокруг да около, все, все, это, крутить эту ситуацию по поводу самоопределения, живой, живорожденный мужчина, там, человек, обладающий правами человека, истинный человек, вот это все крутить, постоянно в разговоре использовать, и рано или поздно все начнут говорить, вот сегодня, у меня все чаще и чаще и по телефону, и вживую начинает обращаться ко мне, там, живой мужчина, или, там, Антон, то есть, начинает признавать, то есть, начинает называть, как говорится, ну, грубо говоря, есть вот такая пословица, вещи своими именами, вот живого мужчину назвали живым мужчиной, какой в этом абсурд, какая в этом, что тут идиотического, какой тут сумасшедший дом, нету никакого сумасшедшего дома, но если я зеленую елку называю зеленой елкой, какое тут сумасшествие, какое тут несоответствие, нету тут никакого абсурда, будет абсурдом, если начну зеленую елкой называть иностранным словом Крисмас-3, Хотя это не русское слово, не русское выражение. Вот это абсурд. А когда я на зеленую елку говорю зеленая елка, тут нет никакого абсурда. Если я вижу живого мужчину и говорю, что он живой мужчина, какой тут абсурд, я не понимаю. Это истина. Это правда. И когда начинаешь это пояснять людям, что что тут такого, если я вижу живого мужчину, говорю, живой мужчина. Что тут такого? Нет никакого абсурда. И когда начинаешь говорить, говорить, говорить об этом, люди начинают, у них начинает вот этот, тот диссонанс и абсурд, который им внедрили через телевизор, что есть физлица, граждане, человеки и кто-то там еще какие-то. Вот это есть. А живых мужчин и женщин, оказывается, нет. И все вроде говорят, ну это же очевидно, что ты живой мужчина, я живой мужчина, она живая женщина, это же очевидно. Так, а почему ты очевидные вещи не называешь очевидными названиями? Почему? Почему вот эта связь разорвана? А мы ее восстанавливаем. Мы называем зеленую елку зеленой елкой. Живому мужчину живым мужчиной. Живую женщину живой женщиной. Все по правде. Я к чему это все говорил, что вот надо сделать так, вот как добиться самопризнания и суверенитета, так называемого. Вот ты говоришь, Ванес, что только Елизавета прописана в канонах, что она является сувереном. Но извините меня, вот мы пока ввели прямой эфир, мне в очередной раз прислали ссылку на статью в Википедии, где написано, что основателем движения живых является Антон Булгаков. А знаете, кто прислал? Ольга Хмелькова. И много кто мне это присылает. А раз там это прописано, значит, уже даже Ольга Хмелькова поверила. Ну, как сказать. Она не то, что поверила. Естественно, она посмеялась, потому что там большинство ложь написано, все в курсе наших, но другие-то люди читают и видят, что основателем движения живых-то оказывается Антон Булгаков является. Я этим не горжусь, там вообще ложь написана, там года не совпадают, что якобы я там основатель. Я ничего не основал, я изучил и поднял эту тему. Не знаю, может, один из первых, кто в таком масштабе. Но я не основатель, и, как говорится, не первая проходится. И эта тема давно уже в США существует, и в других странах, и в Евросоюзе, и в России до меня она существовала. Я просто не знаю, как я туда попал. Наверное, резонанс какой-то возник. Им надо было как-то на меня что-то навешать, там статью 2.7.2 Организация экстремистского сообщества. Ради этого, может, статья вышла. Но факт в том, что после того, как четко и ясно было выражено самоопределение, что я живой мужчина, человек, другое сознание было, об этом начали писать, об этом начали говорить. То есть это начало звучать, и стали это прописывать. То есть чем чаще мы будем самоопределяться и проявлять свою волю, тем быстрее мы получим признание, в том числе и в письменном виде, в виде вот таких статей. Да, это точно, однозначно, полностью с тобой согласен. Вот такой вывод сделал, слушая вас. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok